Истинный ветвь в виноградах Республики 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 По его молитвам Господь дарует источник, такой был необходимый для жизни Этих христиан, которые трудились здесь, были в ссылке за исповедание веры За которым множество тысяч последовало добровольно христиан, его духовных чад, которых никто не ссылал Они добровольно пошли за своим учителем, за своим святителем, поддерживали его в этом святом храме и в этом святом месте Его молитвами устрояется храм и в дальнейшем его молитвами устрояются и обители и храмы нашей ныне Богоспасаемой Крымской земли Его проповедь, его слово привлекало по 500 в день язычников, которые проживали на нашем святом Богоспасаемом Крымской земле, полуострове И он крестил этих язычников, он проповедовал, он устрояивал их духовную жизнь И когда были очередные доносы о том, что Климент не исправился и здесь, нашел бочину для проповеди А везде, где есть народ Божий, где сотворенным Богом и человеком, там всегда должна быть проповедь Не просто и не случайно Бог привел меня сюда на изгнание, но чтобы мне быть общником ваших страданий и основой будущего терпения, говорил Климент в своей Крымской пастве Трудами святого и его учеников в Крыму было устроено 75 храмов, а пещерная церковь святого апостола Андрея Первозванного по преданию была вырублена самим святителем Римским правителям не давало покоя, хотя и в долине, но все-таки плодотворная проповедь епископа Решено было его казнить Святому привязали нашу тяжелую якорь и бросили в море, намереваясь таким образом покончить и с его праведными делами Заодно, если получится, конечно, со всеми его последователями Язычники сделали это для того, чтобы не увеличивалось число его последователей, но не может укрыться город, стоящий вверху горы В 101 году от Рождества Христова это было И с тех пор каждый год в течение 700 лет в день смерти священномученика море расступалось И христиане поклонялись святым мощам А в бывших каменоломнях образовался монастырь, где позже и упокоились святые мощи Событие 861 года, обретение мощей его Событие настолько великое, настолько мощное Настолько оно четко показывает то, что именно не случайно здесь принял крещение князь Владимир, а потом крестил Сириус, он прибыл сюда И вот ощущение, что вот это наследие святого Климента Римского, им пронизано все вот это тысячелетие, которое связано с историей христианства Первое крещение святого равноапостольного князя Владимира, это Севастополь Первые общины, первые чудеса, которые были проявлены под именем Христа, произошли здесь Первая русская школа авиации, Севастополь И много-много, что начиналось здесь Поэтому, наверное, то, что мы вошли в состав России, то, что мы вернулись домой Это и есть очень символичный момент, который сегодняшний праздник И вот то, как паства, то, как священники, то, как монахи себя ведут, это только подтверждает И слава Богу, что они есть, что есть такой удивительный монастырь Посвященный такому, ну, одному из самых достойных сынов человечества И самому, как бы это проще сказать, знаковому святому, который просиял в своей славе небесной Начиная с инкерманских времен, почти тысячу лет тому назад Имя священномученика Климента в миру хорошо известно у нас в России Этот инкерманский монастырь, его имени, уникален То, что сегодня здесь единственный в мире инкерманский пещерный монастырь В честь священномученика Климента, это тоже неспроста А если мы просидим связь, например, прибытия сюда апостола Андрея Первозванного Буквально через два десятилетия прибывает четвертый епископ Рима Рукоположенный самим апостолом Петром, но совершенно не случайная цепь событий Потом третий и четвертый век, херсонеские священные мученики 861 год обретения мощей Вот с нашей точки зрения, и многие историки разделяют ее, что именно обретение мощей, принесение их в Рим Когда папа Адриан II разрешил богослужение на славянском языке Фактически это начало зарождения, формирования нашего духовно-исторического кода И культурно-исторического кода, конечно же Несколько храмов есть в глубинке России, но они, кстати, сегодня разрушены Есть великолепный, недавно отреставрированный храм священномученика Климента в Москве Как называют за Москворечье, в Климентовом переулке И мы вот в этом году там были и общались с людьми, которые находятся рядом там, живут, работают прямо вот напротив храма Мы говорим, в честь кого храм? А они говорят, ну, не знаем Но вот что очень важно, что нам, севастопольцам, нужно знать и хранить память о Клименте И не просто хранить, а гордиться тем, что мы здесь являемся наследниками великой христианской культуры Надо понимать, что Севастополь, Инкерман – это место, откуда, в принципе, в крымскую землю пришли первые христиане Ибо Климент, будучи стослен сюда, начав здесь проповедовать, создал большую христианскую общину Имя Климента важно и для православных, и для католиков И, к примеру, один из самых почитаемых залов Ватикана, где приходят самые важные процедуры В том числе и приветствуется первый раз вновь избранный Папа Римский Во всяком случае, так написано в энциклопедии, о самом Ватикане не было Тоже носит имя святителя Климента Климента, одного из Пап Римских Того, кто первым принял христианство Одним из первых принял христианство И который свет этого духовного источника принес на нашу землю Те, кто твердо помнит, что мы, наследники великой христианской культуры Собираются, кроме этого, стать еще и создателями Музея Истории Инкерманского монастыря Мы обязательно создадим музей Истории Инкерманского монастыря У нас огромная коллекция гравюр, литографий, открытых фотографий, связанных с жизнью обители святого Климента Начиная от проекта русского Афона, еще от более древних времен От того времени, когда сюда пришли из Византии монахи в 8 веке Мы планируем открыть очень большую выставку, посвященную памяти Климента Римского Мы планируем там выставить около 400 экспонатов Конечно, в основном это почитание его в Европе Но есть у нас и документы, и свидетельства, материалы, которые связаны с почитанием его на Руси И надеемся, что имя Климента Римского, оно будет в сердцах севастопольцев звучать так же, как имена великих наших адмиралов Поэтому экспонаты, там не должны быть артефакты, собственно говоря Там должна быть просто правильно изложенная история, без суждений, без намеков, без экивоков, без всяческих, скажем, наших наносных впечатлений о том, что мы знаем И самое главное, там должно быть некое равнозначное определение этих фактов История Инкерманского монастыря от первых веков и до сегодня удивительна Чудеса и не поддающиеся сколько-нибудь естественному происхождению события Сопровождали обитель почти все 2000 лет Покровительство монгубского князя Алексея, турецкая напасть и упадок обители Возрождение после присоединения Крыма к Российской империи Все это было А потом революция, национализация, землетрясение 1927 года Во время Великой Отечественной войны в монастырских пещерах размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии Солдаты сдерживали врага, рвавшегося к Севастополю, здесь, на Инкерманских высотах Очередное возрождение обители началось лишь в конце 20-го столетия Инкерманский монастырь был возобновлен На 91-м году, милостью Божией, благословением Господним и молитвами нашего правящего Владыки, сюда прибыли частицы мощей Климита Римского главы Которую сегодня мы все с вами имеем возможность лабызать И простить его помощь и благословение для устроения всей обители И для устроения всего монашества на нашем Святом Крымском полуострове Ныне обитель возглавляет архимандрит Калиник, духовник Таврической семинарии Настоятель монастыря апостола Луки в Лаках Когда только он все успевает, удивляются его духовные чады из Евпатории, Симферополя, Севастополя А это, наверное, просто объяснить Мы с вами являемся всей своей жизнью наследниками Наследниками своих родителей, наследниками своих прародителей Наследниками истории, наследниками общества, государства А вот церковь, она является наследниками своих святых И, конечно же, для всего христианского мира очень значимо тот факт, что Климент Римский здесь принял муническую смерть Здесь проповедовал в первый век Если мы с вами задумаемся, то через 800 лет, 800 лет только лишь, Святая Русь будет примен крещение А Климент Римский в 1998 году уже основывает храм, крестит по 500 язычников в день его проповедью Приходят люди И это великое наследие для сегодняшнего современного человека должно быть стимулом понимания ответственности Исторической ответственности святого места, где мы проживаем А значит, наши монастыри должны быть все в молитве, все быть восхищены Наши монастыри должны быть все благоустроены, и храмы в том числе Субтитры создавал DimaTorzok